Привет друзья! Опубликованы кадры испытаний прототипа российского дрона Камикадзе Привет-82. БПЛА Камикадзе разработан начинающим конструкторским бюро ОКО. Основной проект у бюро сейчас сверхдешевый БПЛА Привет-82. В рамках этого проекта разработана концепция применения дронов в подхватах. Объясним по простому. Не всегда у солдат на передовой есть дроны, да и носить их много невозможно. Поэтому в тылу на расстоянии около 20 км размещаются стартовые площадки дронов, которые обслуживают несколько подразделений на передовой. Если солдаты на передовой замечают противника, вызывается с тыла дрон, который летит к передовой линии в режиме радиомолчания. На подлете к линии фронта управление дроном подхватывается оператором, включается передача видео и оператор направляет дрон к цели. Плюсы этого решения, солдатам не нужно с собой носить множество БПЛА и катапульты для их запуска. Дроны применяются там, где они нужны в неограниченном количестве. Управление дронами будет идти через ретрансляторы. Благодаря им дрон может лететь очень низко над землей и перехватить его сложно. Дальность полета нынешнего прототипа БПЛА Камикадзе достигает уже 30 км. Полезная нагрузка при этом от 3 до 4 кг. Уже тестируют нагрузку и 5,5 кг. Бюро разрабатывает и БПЛА Привет-120 с нагрузкой 20 кг. Уже налажено мелкосерийное производство БПЛА Привет-82. Выпущено 33 дрона, но конструкторам требуется финансирование. Если вы желаете им помочь, переходите по ссылке в описании к ролику на их телеграм-канал. Там есть реквизиты для помощи им в деньгах и криптовалютах. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.